всем привет сегодня хочу рассказать о стойках подложемента часто производители делают либо короткие либо вот такого плана стойки которые абсолютно никак не регулируются по высоте так вот они устанавливаются и все то есть мы видим здесь у нас расстояние от ложемента до поперечной балки ну здесь буквально не знаю там 15 сантиметров какие стойки ставят на заводы русич ставили на спартак на лейкер по моему такая же конструкция может быть еще на какие ну вот то что по памяти вам перечислил следующий вариант стоек вот такого плана такие стойки с такими кронштейнами ставят завод трейлер вот такие вот у нас кронштейны и какие стойки мне эта стойка тоже очень не нравится потому что регулировок здесь практически нет у нас будет стоять кронштейн и у нас остается три отверстия то есть либо так мы ставим либо так все других вариантов нет и сама стойка 230 миллиметров тоже не всем подходит некоторые хотят повыше поднять там по причинам обводов лодки и так далее и такой вариант есть привозные какие-то импортные стойки которые есть продажи в них мне нравится только толщина металла что она прям такая мощная по высоте она такая же как вот эта стойка 23 сантиметра 25 вот и также здесь мне не нравится что здесь прямо такой ровный срез и если мы сюда поставим лыжмент стойку не очень удобно будет угол наклона будет зацепляться вот поэтому давно уже была идея и разговаривал заводом чтобы просил их чтобы немножко изменили конструкцию по крайней мере данную но пока никто ничего не хочет менять поэтому мы сделали свой вариант сейчас я вам покажу так вот так вот выглядит комплект здесь сейчас приложу рядом стойку вот здесь 330 миллиметров высота достаточно много и часто отверстия отверстия также как и на предыдущих м10 под стандартной стремянки левой болты вот то есть стойки мы видим отличаются у нас по длине по количеству отверстий и тоже по толщине металла мы сделали значительно толще то есть если здесь тройка то здесь четверка п-образный профиль использовали полностью все это оцинковано оцинковано сначала вырезано а потом оцинковано в отличие вот по моему от таких где-то я видел что уже вот видно что срез идет такое ощущение что уже после после цинкования здесь же у нас все сначала изготовлено потом оцинковано нигде никаких вот коррозии нет дальше что мы здесь делали здесь мы сделали закругление с обоих сторон и эстетически более вид внешне и сейчас я покажу уже на собранной стойке так вот она выглядит и здесь у нас уже хороший угол наклона можно любой выставлять и так далее также мы изменили кронштейн вот видим вот такой кронштейн здесь минус его вот эти вот длинные выступающие вверх вертикальные части очень часто вот здесь вот так вот во внутрь стоит ложемент 100 на 50 вот так вот он выглядит и вот эта пластина она очень высоко и когда допустим рип у которого внутренний ридан идет по ложементу он царапается об эту часть поэтому сделали мы ее максимально короткой то есть ложемент будет сюда вставляться и здесь буквально там 10 миллиметров подъема этого достаточно чтобы удержать в плоскости на сам брус и чаще всего до сюда уже ридан не достает и не касается вот что в комплекте здесь стойка кронштейн ответная пластина с болтами сразу же и саморезы для установки ложементов такие стойки часто берут на бортовые прицепы либо фанере прорезают либо прицепы платформы где фанеру снимают и устанавливают уже под лодку такие вот такие кронштейны почему ответная пластина наверное для большей универсальности если мы возьмем стремянку то стремянка уже не изменит и не изменится если будет поперечная балка допустим 60 на 70 не стандартная тома как 60 на 40 до на 60 на 70 то данная стремянка уже здесь не подойдет надо будет менять с ответными пластинами проще на балку допустим более широкую более толстую уже мы просто длину болта меняем и все но если кому-то принципиально больше нравится стремянка то без проблем стремянок много до укомплектуем так отверстия все м10 расстояние между как назвать не живут и вот допустим снизу вот этими двумя отверстиями 60 миллиметров то есть стандартная балка на большинстве прицепов она имеет высоту 60 миллиметров поэтому мы сделали вот кратно 60 через одно отверстие 60 так 60 так 60 вот ну и соответственно шаг здесь сейчас точно скажу замерить 25 миллиметров это этот шаг то есть на 25 миллиметров мы можем уже поднимать лыжемент опускать для более точных настроек так ну вот в принципе все спасибо за внимание если что-то вспомню я допишу в описании если какие вопросы задавайте всем спасибо за просмотр